Ещё одна сутка про Викторию Боню, что она хочет продать свои услуги на Каннском фестивале. То бишь, значит, провести кого-то на Каннский фестиваль. Но она поедет, ведь ещё и дочку отвезёт, а вы за аэропорта не сразу попадёте на Каннский фестиваль. Она должна будет отвезти дочку домой, к Смертфиту. Вы не знаете адрес этого Смертфита, вы не знаете, где будет Боня останавливаться. Вы пролетите на 6 миллионов, вы не попадёте ни на какой Каннский фестиваль. А Виктории Бонне нужно любым способом попасть в Монако, потому что она сказала, что она беременная. Девочка у неё, жительница, вот Монако. И Боня затеряется на 9 месяцев в этом Монако и будет тратить ваши денежки на прозывание в Монако. А ни одна полиция не возьмётся искать Викторию Боню, потому что никакого преступления она в стране, вот, там, не совершала. Потому что вы сами добровольно отдадите ей 6 миллионов, вот, а эта добровольная, как говорится, отдали ей деньги. Она не совершала преступления, и полиция не будет её искать. И вы останетесь у разбитого корыта. А Боня за 9 месяцев потратит ваши денежки, будет жить там, и вам надоест. Вот, жить вы не попадёте на Каннский фестиваль, а она будет припевать и там жить. И, возможно, ей сделают визу когда-нибудь, потому что она же родит ребёнка, опять она родит ребёнка там. И там его зарегистрирует ребёнка, значит, она дальше будет прозывать там. Так что вот так, господа. Мои карты не врут, чтобы вы знали. И я очень редко осыпаюсь, потому что Боня хитрит. Не верьте ей. Потому что ей нужно любым способом попасть в Монако. А где взять денежки на прозывание в Монако? Она наберёт вот так 6 миллионов с добродусных подписчиц, которые хотят попасть на Каннский фестиваль. И останутся они, как это, в сказке о рыбаке старуха сидела возле разбитого корыта. Вот так вот и вы. Посидите где-нибудь в каком-нибудь отеле, а потом вынуждены будете уехать. Потому что ни на Каннский фестиваль не попадёте и оставаться долго не сможете. Так что вот так, господа, не верьте Боньке.